Внезапная вставка в самом начале ролика Дело в том, что мы решили переехать на четверг Опять по выпускам видео Потому что вторник Это была плохая идея Очень тяжело нам делать во вторник ролики Так как получается, что на монтаж надо выделять В субботу, воскресенье, понедельник Как бы по-хорошему три дня А в субботу, воскресенье основные съемочные дни у нас Вот, поэтому решено было переехать опять на четверг И видосы теперь будут выходить в четверг Опять в четверг Каждый четверг И не говорите потом Не пишите мне, что я вам не говорил этого, блин Я это сказал Все Народ, всем привет Вы видите, очень странное начало Очень странного видео Но это, как ни странно Оживление мертвеца И мы вот прямо сейчас Только сейчас Едем с того места Мы оживляли машину Просто ехать нам до Москвы 3.56 Да, мы находимся в Кашире Поэтому будем записывать генлинию Прям вот на живую Прям на ходу Потому что делать больше нечего Обратите внимание, что Слава сидит сзади Пришлось его выгнать Потому что в машине Хоть это даже рейндж-ровер Не так-то удобно снимать генлинию Традиционно для начала Мини-рубрика Побомбим по поводу комментов Недавно мы выложили Кто подписан на инсту и вк Ролик про то, что Слава ушатал этот рейндж Ушатал, но ты тоже Ладно, ладно Слава паникует Слегка притерли Да, Славу слегка притерли Притер его Peugeot Стоящую машину возле офиса То есть Славы даже в машине не было в момент ДТП И почему Слава по этому поводу нервничает? Потому что Слава решил продать свой рейндж А у него, ну как бы Когда у тебя машина снимается в видео постоянно Когда машина более-менее известная Бывают такие говноеды Которые хотят испортить тебе Скажем так, история автомобиля Это делается очень легко Так как наш вин-код этого рейнджа светился не раз Кто-то из говноедов Использовал этот вин-код При выкладывании объявления О сгоревшем рейндж-ровере И теперь у Славы в истории Есть информация о том, что его рейндж-ровер Оказывается там полгода назад сгоревший продавался Я говорю, Славя, да забей ты хрен Все твою машину и так знают Что у нее ровная история У тебя есть подтверждение Эта машина постоянно сверкала в видео В течение всего года, которым ты им владеешь Нет, все, я хочу из истории удалить Он там с автотекой теперь дерется Спорит и так далее Кстати, автотека, ребят Почему это так сложно? Человек свою машину хочет продать Ему испортили историю А он, блин, месяц уже с вами переписывается Неужели никто из руководства автотеки И не может прям вот решить этот вопрос Решить ей вопрос Удалить эти гребаные данные О том, что эта машина горела Точнее продавалась в объявлении сгоревшей На самом деле, естественно Это рейндж-ровер горел И пробега у него больше 200 Мы просто, пользуясь положением Решили повлиять на автотеку И историю обелить этого автомобиля Ладно, речь не об этом Ты вообще сказал, что поверят Слава сразу как Я переживаю за всякую фигню Все слава знают Твой рейндж Все его знают И все знают, что с ним происходило и как 118,779 пробег На данный момент Ну, сегодня будет уже, наверное, 119 Продаваться он будет, наверное, с пробегом уже 120 Потому что это все займет какое-то время Миллион шестьсот пятьдесят Двенадцатый год Вот такой пробег Трехлитровый дизель Доналоговый Все вы знаете Обзор вы на эту машину видели Если не видели, будет сейчас вот прям ссылка на обзор Посмотрите обзор на эту тачку Вы можете купить его прям сейчас Но слава его не выставляет в объявление Пока не разберется с историей Можно не ждать историю Просто забрать рейндж Рейндж крашен полностью Два комплекта резины Двадцать первые штатные диски Все везде хорошо Ездит и радуется То есть живая классная тачка Никаких вложений в ближайшее время пока не видно Но зная, что это рейнджровер Они могут случиться в любой момент В предыдущем видео Про Фаэтон Я сказал, ребят Я продал ланзер Андрюхе Знаете, какие сообщения я получил В этот же день и на следующий Блин, штук пятнадцать Я слышал, ты ланзер продаешь Продай мне Я его продал, блин, месяц полтора назад Мы специально показали момент Что видос про Фаэтон снимался Когда вышел видос про Мотик Это было месяц назад И я тогда его уже продал Его Андрюха забрал Андрюха сервиса Который Шкоду Октавию забрал И он его купил Нет у меня ланзера Я не продаю ланзера Я даже не продавал его Даже одной минуты не продавал Так, про тупых людей поговорили Историческая справка была Реклама продажи рейнджровера была Надо наконец переходить к делу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Сегодняшний видос Про оживление мертвеца Оживление Кадиллака Многие из вас даже не знают Про такую машину Но в этом мире существует Такой автомобиль Который называется Кадиллак Девиль И этот автомобиль Производился в 85-м году Редактор субтитров А.Кулакова Написала мне девушка Какая-то девушка Просто внезапно И говорит Слушай, блин У моего мужа есть Кадиллак Он говорит Ты всю кровь у него выпил Блин, заколебал нас Муж, блин Мужа в семье не видать Потому что он с этим Кадиллаком Постоянно колупается Что, кстати, не подтвердилось потом Потому что оказалось Что он три года у него стоит Ну, не важно В общем, короче Жену напрягает Что у мужа Кадиллак И этот Кадиллак не заводится И, соответственно, она пишет Типа Помогите, ребят, приедьте Ну, как мы можем отказать Тем более Если учесть то, что мы сейчас Ну, я вот сейчас живу в Домодедово И как бы собираю Камри А от Домодедово до Кашира Не так далеко ехать Это Славе до Москвы ехать Три пятьдесят Сейчас Три часа пятьдесят минут Из Нурлата в Самару И обратно можно съездить За это время, блин Я еду до полпути Я еду до Домодедова Мне ехать час двадцать шесть И еще после этого два часа Слава с Димой Будут пилить до Москвы И я буду злорадствовать Сегодня весь день А я в этот момент Буду собирать Камри Вот я уже наметил себе Примерно план по сборке Далее были мытарства По сервисам Каким-то народным целителям Там, я не знаю Собачихи вот эти Как из Бумера Приезжали Пытались там Бинты наматывать Да, там где-то что-то Прижигать Но не помогает То есть гомеопатия Не помогла Как и в реальной жизни Никому не помогает Так и здесь не помогла Естественно Поэтому им пришлось Обращаться к специалистам У которых есть разные штуки Интересные Типа там Приборы для диагностики Да, там какой-то Ну вы понимаете Это вот современная Непонятная Чуждые народным целителям вещи Вот И как ни странно Даже они не помогли Даже обращались к электрикам Даже обращались к специалистам По этим Кадиллакам Они тоже все приезжали Ни хрена ничего не помогало В общем Ситуация такая Этот Кадиллак Несколько лет Просто стоял То есть он стоял как Не постоянно А его то и дело Возили куда-то Пытались оживить Кто-то приезжал Куда-то возили Ничего не помогало Но В теории Три года прошло За эти три года Он ни разу не завелся И ничего с ним не случилось Ой, елки-маталки Гур как на этом Как на кобре Да Почти Только не совсем Офигеть Это ее салон Да Такой Прям этот Офигеть О, такие мягкие сидушки Как этот Короче, я ее покрасил Откатал одну свадьбу И все Цифровой спидометр 372 тысяч Километр Сервис Электрикал Систем Смофон Что-то Этот Погоди Ты случайно Не в Про-сервисе Делал это все Нет А просто Очень похоже Ой, круиз-контроль Такой Чик-чик Елки Даже блок Доставали Я смотрю Блок на лампах Еще Чига Оплавились Кто-то неправильные Лампочки поставил Да Отдовая техника На самом деле Бардачок О, багажник в бардачке Фуэлдор Нифига себе У него уже С кнопки открывалось Получается, да Это же не трос Да, это кнопка Уже с кнопки Открывался Этот У каждого Свой прикуриватель Да Когда-то Это было Круто А он Хотя бы Сотку-то Разгоняется Нет Я на нем ездил Сто пятьдесят Сто пятьдесят Да Ужас Ужас У него на сто тридцати шести Начинает моргать Спидометр И больше Показывает А он бензин-то хоть льет Угу Прям видно льет Да И искра есть Да А что же не заводится-то, да? В общем, приехали Мы в первый день Начали смотреть Ковыряться С этой машиной И почти сразу Стало понятно Что вся эта ситуация Очень отдаленно А точнее Вообще Напрямую Напоминает ситуацию И с Крауном И с Галантом А я не буду сейчас Раскрывать эти карты В этом видео Точнее Ну не буду говорить Что там было с Галантом И с Крауном Потому что вдруг Вы не смотрели Вдруг вы тот человек Который не смотрел Как это было Ему будет неинтересно Поэтому Мы пошли по Уже протоптанной дорожке Начали смотреть Систему зажигания Да Я говорил Что не буду говорить Но как бы сказал Ведь никто не догадается Да Что у Галанта И у Крауна Тоже могли быть Проблемы с системой зажигания И если бы Отсутствие запуска Было единственной Проблемой этой машины То вполне возможно Что мы бы Наверное смогли Его оживить сразу Но нет Нет Оказалось Что у него проблем Там куча Одна из них Это проблема Со стартером Он не дал круиз Я сжег стартер на нем Офигеть Пока крутил Как бы тут Не сгореть Нафиг Нет Потушек Спасатели здесь Спасатели Малибу Так Мне сначала Свеча нужна Угу Пробуем А нет другого Аккумулятора Может свистнуть Какой-нибудь Вон с Аутлендера Очень плохо А там вообще масло есть? Выше уровня В два раза Я перестарался Значит по-моему Стартеру конец Но его Если бы сейчас Он хотя бы схватил Стало бы хоть что-то Понятно А вот в таком состоянии Когда он даже не крутится И даже Ну сложно что-то оценить Здесь контакт Ну и понятно Что все не идеально Но он есть Затянут Клемма насмерть Затянута Кам приехали Владелец такой Достает два стартера Разобранных И говорит Что чтобы Пройти квест По запуску Кадиллака Надо сначала Выполнить сторонний Маленький квест По сборке стартера Стартеры Оба Представляют Удручающее зрелище Но один из них Судя по всему Еще короткозамкнутый А второй Более-менее Нет выбора Собираем вот так Пробуем Смотрим Но я что-то Не особо верю В успех 15 тысяч пробег И запас топлива 174 километра Он постоянно На трех тысячах Оборотов Так долго не проживет Карта USB AUX Еще есть 2 на 2 4 на 4 2 на 2 Странно конечно Я не знаю как это 2 колеса отвалится Что ли у этой машины Как это можно 2 на 2 4 на 2 Может быть Но 2 на 2 Это как Дверями не хлопай Слушай Ну провисла Дверь явно Газуй Слава Дай прогреться ей Пошли Если у меня такая фигня В детстве была Я бы был самым счастливым Человеком в мире Хорош Хорош Зачем так издеваться над ним Ой Горит стартер Да ладно Вон дым идет Вон дым из стартера пошел Так Надо теперь думать Он может гореть Потому что Слишком большое сопротивление То есть Мотор не проворачивается Поэтому может гореть А может гореть Из-за Замыкания Внутри Значит у нас Всего 1-2 Раза На попытку завести Потом Что я чувствую Что он сгорит Этот стартер Да Хорош Странно Он как-то Разгоняется Стопорится Разгоняется Стопорится Стопорится Песечек Песечек Страшный Песечек Куда этот бегунок смотрит? Он смотрит Не на первый цилиндр Он смотрит Вот в это место Он должен смотреть Бегунок На Несколько градусов Правее То есть Довольно много Проворачивать то надо Очень много Я бы сказал Вот так А чем занимаешься? Спасатель Малибу Малибу Как она? Памел Андерсон Во Что видел ее? Спасал ее? Не видал Она наверное не тонет У нее Спасательные круги Всегда с тобой Кого я спасаю Они не очень хорошо выглядят Ты из огня их вытаскиваешь? ДТП Ааа Серьезно? Поэтому ты себе купил танк Офигенно Так Ладно У нас есть время Я предлагаю Пока едет эфир Снять стартер И поменять втягивающую Ой Бендикс С того стартера переставить Просто по теории вероятности Он может быть лучше чем тот Он начинает крутить В какой-то момент Мини сгорание происходит Бендикс чуть-чуть сворачивает И он уже перестает держать Да Он уже сразу просто начинает скользить Ремонт стартера в генераторах Вот сюда вот надо мышкануть Спасибо Во А это он на одном болту у тебя? Охренеть Его не перекат Его там Мне кажется Этот стартер Оттуда вылетит В какой-то момент Давай пробуем Хорош мне кажется Хорош пока Все Не будем греть стартер Дождемся Эфир же приедет Да? Уже не скидывает его Зато Уже да Явно оборотов было мало Для запуска Но тем не менее Мы уже поняли Что так просто Здесь не разберешься То есть машина крутит В глухую Схватываний практически нет Периодически одно Там пол воспламенения В каком-то цилиндре Но крутит Прям совсем в глухую Владелец сказал Что компрессию он замерял Компрессия везде хорошая Кроме первого цилиндра Там периодически Вообще нет компрессии Периодически она Как бы нормальная Вот Ну ты что брат Нормально же общались Стартер еще не дымится Стой У нас по-моему Аккумулятор сдох Там еще была Попеть с аккумуляторами Они притаскивают Аккумуляторы Они не подходят Провода не дотягиваются Притаскивают другие Клеща им подключают В общем Вы это все увидите В видео Я уже даже не помню Там очень долго Мы часа два С аккумуляторами возились Как этот Профессор такой Нет ничего В смысле Может провода отгорели Да Скорее всего У нас массовый провод отгорел Иди сюда И люди такие Аккумулятор током бьет Убивает Давай пробуй Так стоп Очень интересно И естественно Как вы понимаете Вообще первый Когда такой довольно Сложный случай А это я называю Сложным случаем Так как Вроде бы Много людей уже Ковырялось Да То есть даже специалист По Кадиллакам смотрел Вот Вроде бы Например Искра есть Бензин есть Это моно-впрысковый В8 Мо-впрысковый На двух форсунках И Впрыск топлива Ты видишь Прям визуально Смотришь на форсунку И прям видишь Как из нее Из ее сопла Льется бензин Впрыск топлива есть Сомнений нет Искра Смотрим искру Искра тоже есть Все нормально Почему же он не заводится Вот вопрос Такой К тем Кто говорит Если машина не заводится То бензиновая Либо нечему гореть Либо нечему поджечь А например Неисправные фазы Сдохший блок управления Неправильная Несвоевременная Искра Там пробитые Высоковольтные провода Или там еще что-то Это не может быть проблемой Вот вам загадочка Кадиллак В8 Бензин есть Искра есть Че не заводится Че не заводится А вот тоже интересно И так как туда приезжали Хорошие типа спецы По Кадиллакам По таким Кадиллакам И они уже даже блок управления Двигателем Вытащили Посмотрели Чтоб там дорожки целые были Все понавытаскивали Приезжал спец Посмотрел И даже он не смог его завести Значит явно Что-то Не на поверхности То есть получается Выставляешь зажигание В нормальное положение Глухо Только периодически схватывает Делаешь его Сильно-сильно ранним И начинает срабатывать Ты говоришь Трамблер у тебя стоял Вот в этом положении Когда ты менял цепь У тебя там должна была быть Одна какая-то промежуточная шестерня Которая отвечает За вал на трамблер Отчего? Через масляный насос У него приводится? А масляный насос Приводится от чего? От колена? Да Так, значит На валу еще есть Какая-то косозубая шестерня И рядом с ней стоит Еще одна шестерня Правильно? На маслонасос Или как у него маслонасос? На колени вряд ли будут Тут зубья Скорее всего Там какая-то шестеренка Должна стоять дополнительно По поводу фаз ГРМ Я у него спрашиваю Он сказал, что он менял цепь Цепь Жесть Оказалось, что это Нижневальный Мотор То есть у него Распредвал находится В развале блока цилиндров Внизу И через штанги Приводятся клапана Через штанги Рокера И так далее Это говорит о чем? О том, что Цепь на этой машине Вот такая Может быть С той стороны Распредвала Задний стоит Зубчик И оттуда забирается Вот это может быть То есть я в принципе Забить-то ничего не мог Ну да Первый день Грубо говоря Мы с этой машиной Знакомились Мы смотрели Какие входные данные У нас есть Просто собирали Информацию по автомобилю И поняли По итогу Что Неисправность Легко найти не удастся Она где-то Довольно глубоко Закопана Так как все Очевидные вещи Они есть Если бы не было искры Окей Мы бы пошли В систему зажигания Если бы не было топлива Мы пошли бы В систему топливоподачи Там От бензонасоса До блока управления Все что связано с этим Но у нас Есть и то и другое Однако Когда ты крутишь стартером Никакого эффекта нет Да еще там плюс стартер Он еле крутил Полудохлый Собранный из двух стартер По итогу Получилось Что первый день Подошел к концу И мы сделали вывод Что Первое Надо купить новый стартер Ну новый на эту машину Не найти С разборки Вот И соответственно Желательно взять еще Трамблер Смотри Значит Если он Отдаст трамблер Это хорошо Мы посмотрим Как он снизу крепится Увидим зубчики Или например Плашка асимметричная Если она Со смягченным центром Плашка Значит у него положение Только одно И ты не сможешь ошибиться Если у него Допустим Зубчики Шестерни Как на многих машинах То это может говорить О том Что его можно Переставить Это хорошо Это значит Что мы Будем ловить Этот момент Все ребята Давайте Здесь отдельный респект владельцу Как только мы Сказали Что надо Этот сделать Он такой Окей Ребят Без вопросов И Говорит Я сейчас Все это сделаю В следующий раз Приезжайте И вот Когда мы приехали На второй день На этот Кадиллак Он уже купил И стартер И трамблер То есть Человек не пытался Экономить деньги Не пытался Кроить что-то еще Он отдал Шесть косарей За этот Кадиллак В этот Кадиллак Вкинул сходу Шесть косарей Ну это тоже Отдельный Респект То есть Явно человек Хочет Оживить эту машину Иначе Он бы пытался Экономить На чем только можно Блин Вот смотри Транзит Говнюк По обочине едет Р-366 ВА-790 Говноед Нельзя так ездить Вот Все стоят же А он самый умный едет Один Никто же не проезжал До сих пор Только один Это транзит Давай корыто старое оживай Где трамблер Показывай Вот Хренеть тут Трамблер Блин По роже Кому-нибудь Делка Рэми А у нее еще и крышка На катушке Должна быть Вот тут Видишь что Цилиндры подписаны Вот это трамблер Вот я про что Спрашивал Есть ли у него Зубчики То есть мы его можем Вытащить И переставить В любом положении Это к тому Что ты говоришь Вот он стоял В таком положении Он в любом может Стоять Это вообще Никак не связано Второй день Начинается У нас именно с того Что у нас теперь Есть и новый трамблер Новый бэушный Трамблер И новый бэушный Стартер Владелец Шарит в тачках Поэтому Огромную часть работы Почти все Он делал сам Он такой Сейчас стартер Откинуть Без проблем Падает под машину Хоп Новый стартер Стоит Вот Говорил Азислав Выбирай на оживлении Европейские машины По этой машине Нет никакого мануала То есть мы пытались Искать в интернете Мануал И Во-первых Это старые Какие-то Отсканированные Страницы На которых даже Текст не различить А во-вторых Он весь на английском Прям вот Сплошняком Я ковырялся Кучу времени Искал кучу Мануалов Информации И так ни хрена Толком и не понял Какая система Как она работает Там огромный блок управления Чем он управляет За что он отвечает Мне нужно было понимать Скажи, что Мерседес Лучше, чем БМВ Да Вот Сейчас Слава Обидится и уедет Ты, кстати, не против Что я за счет тебя Самоутверждаюсь Я-то? Да Да нет Просто я же приезжаю Не машины оживлять А самоутверждаться Надо выдернуть шланг Стоять и спрашивать Это что за шланг, блин Что за шланг я выдернул Неделю стоять Так спрашивать Может кто-нибудь ответит Просто люди думают Что когда я выдернул Тот шланг на опеле И спрашивал у ребят Типа Что это за шланг Они думают Что я пытался проверить Их знания Я сам не знал Спрашиваю Что за шланг, блин Сам не знаю Что за шланг Они не отвечают Вот так мы и стояли 40 минут Ой, здесь разден Кстати, поломан Фу У него что в составе там Потные носки А что так плохо-то крутит? Погоди, а что так плохо-то все Погоди, мне кажется это аккумулятор дерьмовый Не, ну такой аккумулятор пойдет на какую-то новую гранту Наш ответ Чимберлену Там сразу Мне кажется даже нойнейм лучше чем ответ Чимберлену Чимберлен ничего не спрашивал Зачем ему отвечать-то, блин Давай пробуем Давай, брат Стой Чувствуешь, он крутит, крутит, крутит Один, два, три цилиндра Одни и те же срабатывают Ему не хватит, чтобы здесь Вот по этой башке, по-моему, один только цилиндр срабатывает Он постоянно, каждый несколько оборотов Тык-тык, упирается Тык-тык, убирается Скорее всего Тут, там, они же там У него масло бензином воняет У него топливо Через вот эту фигню, через цилиндры Там полный этот Вымыло Там все вымыло нахрен Плюс еще этот мотор-то кондовый Сколько у него износа Короче, выкручиваем свечи Все Слав, ну ты что? Ты веришь в успех вообще этого мероприятия? Когда люди жалуются Вот, на V8 нам двигают Слушай, тоже жерели Так неудобно свечи менять Что вы знаете, блин, об этом? Тут еще провода все разные вообще Собирали, похоже, со всех машин в мире, да? От винта Вон, какая компрессия Давай-давай О, блин, оживет, елки-моталки Поехали Охренеть Так, стоп Слушай, это уже очень хорошо Ой, да тут датчик положения на росте заслонки, слушай, Вообще, классный, да, как его отключим Нахрен ему Да, с такой точностью установки датчика, конечно, рассчитывать на что-то странно Что, посмотрим компрессию? Давай Охренеть Хороший Охренеть, блин Да, он сейчас с маслом, наверное, он сейчас Да, он сейчас с маслом, вообще, кажется Одиннадцать Одиннадцать, почти двенадцать Нам уже, нам этого за глаза хватит Они так и были во всех цилиндрах, кроме первого А первого? На нем, скорее всего, гидрокомпенсаторы залепли То показывал восемь, то пропадало вообще, короче, вот так Ну, как бы, от одного цилиндра Это масло От одного цилиндра ничего бы особо, роли бы не сыграло Да, это не то, это не то, это не очиститель Может, свечки продуем? Да их надо, по-хорошему, вообще, если ты заливаешь масло, если у тебя за один раз он не завелся, надо выкручивать опять по-новой и все чистить свечи, вот этого никак Из груда бываем Уйди 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 Сейчас уйду Уйди Мне кажется, что у него всегда срабатывают только одни и те же цилиндры, а остальные не работают. Вот у него по этой башке, по-моему, один-два. У него две свечки были абсолютно мокрые, две сухие. Ну вот, а какие из них какие? Вот эти две мокрые, вот эти две сухие. Короче, вот все, что у нас есть, из вот этого надо выбирать. Сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть у меня. И у тебя два, восемь, да? Третий сюда, шестой здесь. От винта. Стой. Я зажигание чуть-чуть крутану. Я его слишком ранее поставил, видел, он уперся аж. Офигеть все. Не работает, ну... У него, вот прям чувствуешь, у него разрозненно по одному целину. Там-сям сгорание, там-сям, там-сям. Нету разгона. Он не разгоняется. Ну все, теперь сгни, вот я. Ребят, спокойно, парчерик. Давай, пусть кидает что-то. Так, смотри, важный момент. Далеко второй трамблер не убирай, мы его разберем, посмотрим. Смотри, какая штука. Это важно. Здесь система с блоком управления. То есть это не тупой трамблер. О чем это говорит? О том, что у тебя может быть там не просто восемь этих, как его, меток, по которым срабатывает искра, а может быть нулевая задающая. И вот здесь нарисовано, что у тебя единица стоит здесь, первый цилиндр. А здесь шестой. Допустим, если у нас есть у него дублирующая система, которая говорит, что вот точка ноль, и отсюда начинаем считать, то тогда единственный правильный вариант это вот такой. Если ее там нет, окей, такой может быть и так, и так может быть. Но если там есть нулевая точка, то надо ставить категорически вот так. Не как написано на крышке, а вот так. Потому что в момент прохождения единицы у него не одна метка срабатывает, а две. Нулевая и первая. И отсюда он считает. Если сейчас окажется, что у него есть не одна, а два считывающих, две считывающих головки. Значит у него точно нулевая точка. И значит мы все это время делаем ерунду. Вот он датчик холла получается. Здесь. Кстати, а он не контактный или здесь? Так, давай сюда заглянем. А хрен мы сюда так просто заглянем, да? Здорово, бандит. Ну ты че? Да. Ладно, окей, оставляем. Я думаю распрессовать, вытащить. Почему? Посмотреть. Может быть один из задающих этих у него квадратный. А все остальные, например, треугольные. Ну то есть нулевая точка не обязательно реализуется только дополнительным, отдельным этим. Ну то есть насколько оживить не получилось. Значит не надо больше тратить время на вот эту вот фигню. Маслать стартером просто так. Теряя время. По итогу второй день подходит к концу, а результата нет. То есть немало уже времени потрачено. Однако все равно какая-то муть. Вроде стартер теперь крутит нормально. Вроде бы как бы систему зажигания мы поменяли. Мы прозвонили даже провода, выбрали из них самые живые. Вот. И воткнули их в систему. Но это все не дало эффекта. Машина все равно отказывалась заводиться. Также по итогу второго дня мы поняли еще, что ну одним из важных индикаторов, которые мы посмотрели. Это выкрутили несколько свечей. Не все. Все восемь закалюбершихся выкручивали. Выкрутили пару свечей. Посмотрели на них. И увидели, что они мокры. То есть у нас нету сгорания в цилиндре. Это тоже неплохой индикатор, который дает информацию о том, что надо искать проблему скорее всего в воспламенении. В смеси образовании. То есть может быть слишком бедная или слишком богатая, поэтому она не воспламеняется. Может быть какие-то проблемы еще с системой зажигания, с высоковольтными проводами и так далее, и так далее. То есть надо искать дальше, почему смесь не воспламеняется, но бензин попадает в камеру сгорания. Иди. Такой кот. Сегодня мы побеждаем. Выбора нет. Слава высказал очень хорошее предположение. Он сказал, что может быть проблема с запуском. Не там, где мы ее ищем. То есть у нас же есть проблема с тем, что он не заводится на эфире. Он говорит, что возможно, и он правильно говорит, возможно в топливной системе здесь ржавая вода, ржавчина с водой внутри. И свечи заливает водой, поэтому он не заводится. Тоже можно исключить этот вариант. Почему? Потому что бак был снятый, полностью выливалась оттуда гадость и обратно вливался уже чистый бензин. 20 лет. Ну такая-то гадость-то здесь стоит. Там-то понятно из бака может быть отсюда. Он ее все выпрыснул уже, если она тут и была. Вот регулятор давления. Да, вижу стоит подача к форсункам. Ну да, совсем какой-то пакости я здесь не вижу. Ой, прокладкам конец. Прокладки. В общем, разобрал весьма на впрыск. Он очень простой. Посмотрел на клапан регулятора давления. Посмотрел на вообще всю эту систему. Понял, что там все чисто, все нормально. Посмотрел на сами форсунки. Никаких претензий к ним нет. Поэтому эту тему мы исключили, но потратили на это немало времени. А, это нифига, тут картерные газы. Сколько его делал? Машина логике вообще не поддается никакой. Искра есть. Чудес не бывает. Только его есть. Вот сейчас зажигание выставлено правильно. Что надо? Что тебе надо, дорогая? Перестань называть ее бабой, блин. И все, едва ей хватит. А дорогой, как ты знаешь, звучит не очень. Ну согласен, да. Но тем не менее, это же мужик. Да, переднеприводный. Не, ну в автомобилях так не работает. В автомобилях заднеприводные, это неплохо. Даже я бы сказал наоборот. Смотри. Почему я сейчас не хочу заниматься вручением верчения трамблера? Не имеет смысла. Он у нас выставлен плюс-минус 5-7 градусов от нормального. Он должен заводиться независимо от чего. Это значит, что эта версия не работает. Зачем нам на нее время терять? У меня основная версия в том, что у него смесь неправильная в сторону бедной смеси. То есть, вот сейчас он завелся, он стрелял во впуск. И это тот эффект, которого я ждал, когда мы его крутили. Этот эффект есть. Он стреляет во впуск, значит смесь у него бедная. Либо неправильные фазы. Ну по фазам у нас как бы вопросов особо нет. Значит смесь бедная. Бедная смесь, значит у тебя откуда-то сосет воздух. Откуда и сколько, в каком количестве. Коллектор здесь огромный. В этом проблема. Пробитая прокладка не даст заглохнуть в машине сразу. В коллектор я имею ввиду. Зато был эффект, когда одну форсунку отключаешь. Но это было раньше. Сейчас возможно его и не будет уже. Причем как она прыскает, я даже вижу. Здесь. Давайте снимем клапан EGR. Заглянем вообще туда под него. Подумаем. Я исхожу из логики, что если нет пока никаких идей. Давай займемся хоть чем-нибудь. И будем параллельно думать. Сэнсэй, который когда-то меня обучал, он бы этого не одобрил. Он как раз говорит, лучше посидеть полчаса подумать. И бить в нужное место, чем заниматься ерундой. А меня такая ситуация с ерундой спасала не раз. А давай-ка снимем его. Посмотрим, что под ним есть. Так, интересное кино. А здесь почему у нас еще коллектор делится на две части? Это по центру. Что за писельки? Куда они ведут? Да мне кажется, никуда они не ведут. Там под ними что-то есть. Слушай, я знаешь, что я думаю? А если эти две дырки вот эти? Эфиры брызнут напрямую. Нет, это как раз EGR. То есть EGR открывается, наверное, может быть не в коллектор, а вот сюда. Да. Дай-ка попробуем дунуть в них. Вот же трубка есть. Если сейчас будет дуться вон оттуда, значит это они и есть. Да. Ну вот, вот он как здесь EGR устроен. Ну и итогом третьего дня стало то, что мы поняли, что с топливной системой все в порядке. Там все чистое, красивое. Поэтому нет смысла на нее даже думать и тратить на это время. Давайте вернемся к первоначальной идее. К тому, что скорее всего проблемы в системе зажигания. Единственное, что остается под подозрением все равно, это зажигание. Блин, вот по итогу сто пудов будет виновата катушка. Еще видишь проблему вот этих вот трамблеров с катушкой встроенной в том, что у тебя нет места контакта еще одного. А все вот эти вот контакты рукой прижимать это ерунда. Сильная потеря искры получается у тебя. Неисправная катушка под все параметры под эти подходит. Она ведет себя точно так же. Подозревать то, что две катушки сдохли, нет смысла. Однако все-таки опыт подсказывал, что даже есть такая вероятность и мы не можем ее исключать. Вероятность того, что на разборке неисправная катушка есть? Есть. Мы берем бушную катушку. К тому же тот Кадиллак, который разобрали на разборке, с которого владелец купил этот трамблер. Мы же не знаем в каком он состоянии был. И есть огромная вероятность, что например у того Кадиллака сдохла катушка. Его владелец не смог оживить и отдал на разборку. С него сняли трамблер и продали грубо говоря нам. И я очень надеялся на то, что эта тема реально сработает. И что во всем будет виновата катушка, поэтому было решено ее заказать. Собираем обратно, EGR собираем точно. Клапан у нас целый, диафрагма работает, поэтому к нему претензий никаких нет. Оживление в четверг не ждите. Ужина не будет. Да. Быстро нашлось, что где-то по наличию даже в Москве есть Китай. Вот. Жуткий Китай. И можно взять его. Однако мы решили, что будем брать либо хороший аналог, либо оригинал. И, как ни странно, нашли оригинал. Благодаря нашим ребятам запчастистам из сервиса был куплен от C-Delco. Оригинальная нулевая катушка. Я вообще офигел. Куплена она была за космические семь косарей. Да. И это отдельный тоже респект владельцу. Потому что, когда я ему сказал, что она стоит семь косарей, он сказал, ребят, без проблем. Я готов оплатить. И, вы видите, он не то, чтобы он какой-то олигарх. И он, знаете, там ворочил бы миллионами. Нет. Ну, как бы у него и вторая машина, CLK, такая довольно потрепанная. Я не скажу, что прям в живом хорошем состоянии. Вот. Но человек без разговоров готов был выкладывать деньги в ремонт этого Cadillac, в это оживление. Я лично с такими владельцами люблю иметь дело гораздо больше всего. Вот. И, наконец, мы переходим к четвертому дню. Самому продуктивному. Почему? Потому что у нас уже была собрана информация. Мы уже купили часть запчастей, катушку зажигания. Вы скажете, почему вы не решили вопрос с проводами? С проводами вообще отдельная тема. Мы, к сожалению, не могли найти такие провода. Поэтому было решено, что мы закажем метражом высоковольтный провод. Вот. Закажем наконечники и отдельно будем собирать их. Но не сейчас. Сейчас, в принципе, у нас было восемь проводов, которые еще более-менее живые. Которые я промерил. И по сопротивлению они еще какие-то живые. Ну, хотя они там покоцанные, посеченные. И доверия им особо нет. Но опять. На данный момент это не являлось глобальной проблемой. Потому что, ну, будет пробит один-два провода. Ну, будет мотор там один-два цилиндра не работать. Мы это поймем. Хотя бы он заведется. Что-то рановато свет включили, да? Чтобы уже окончательно исключить этот возможный вариант. Вариант выхода из строя катушки. Была куплена новая. Оригинальная. Вот посмотри сюда. Вот. Ацеделку. Оригинальная катушка, блин. Я говорю, твой Кадиллак, наверное, охренеет от того, что у него что-то новое. Еще и оригинальное поставили. Да, кроме масла нового. Приехали мы с катушкой. С хорошим настроением. И давай вкорячивать ее. И плюс, помимо этого, решили выставить трамблер ровно в то положение, в котором он указан в мануале. То есть, по-хорошему, так как трамблер не имеет нулевой точки. И так как он симметричен со всех сторон. Мы могли его ставить в любую сторону. Ну, то есть, как бы направление. Главное, чтобы бегунок смотрел на первый цилиндр, когда у нас будет ВМТ. На самом деле, шансы, что это поможет, очень маленькие. Учитывая то, что трамблер менялся уже. Самое забавное, если это в свечах будет вообще. Да не, вряд ли они, что ж. Хотя, если они, например, не того размера, то да. Но мы же не знаем, какого они должны быть. Давай, Кадиллак. Мы же, блин, друзья, нет? Кадиллак мстит за то, что я ненавижу General Motors и говорю, что Opel говно. Opel его брат родной. Вот он и обиделся. Впервые в этом году одеваю куртку. Но это не та куртка, не с порванным рукавом, поэтому шансов, что она поможет завести Кадиллак, ноль. Но на самом деле, еще раз говорю, по всем показателям, это должна быть она. По всем собранным данным, по всем тестам, по всему, что мы здесь посмотрели, должна быть катушка, блин. По всем, говорит, показателям, ты пес, кроме верности. Выставили траблер в правильном положении, плюс поставили на него новую катушку. И, как ни странно, это сразу дало результат. Ну, зажигание надо заставлять, блин, а астробоскопа нет у нас, да? Да, машина не стала работать нормально, но она завелась. Окей, значит, все-таки катушка была неисправна. Причем не одна, а обе. Обе. И на... С разборки трамблёре неисправны, и на родном трамблёре тоже. Теперь надо просто все это настроить, чтобы оно работало и все. Делов-то. Так как машина начала давать какой-то другой результат, мы уже начали, все, давай, подкручиваем здесь, подкручиваем там, давай ловим момент, когда она будет заводиться, и давай искать. Однако, мы дальше начинаем предпринимать действие, а результата нет. Он все время, он так чихает, пердит, 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 и все никак не может завестись. Давай, может, еще... Ага. Теперь, как раз, возможно, надо разбираться с... опять затыкать весь вакуум. Мы же не знаем, как у него вакуумная система правильно должна сейчас работать. И тут под подозрение попали, естественно, следующие системы после катушки. Это провода и свечи. Как будто сейчас, действительно, залило свечи. Давай выкручивать все свечи нахрен. А у тебя только одни эти свечи, да? Мы сейчас поищем. И мы сейчас их... у тебя есть горелка вот такая вот маленькая? Так и мы их чистили, я их чистили щеткой. А ты говоришь, бак промывали полностью, да? А ты вот эту вообще могла пробивать? Не увидишь, какая сидела? Не могла, пробивала, да. Ой, она с трещинами. Вот эту надо выкинуть свечу. А у тебя еще есть, да? Да. Супер. И вот вы можете троллить меня, называть дебилом, идиотом. Можете говорить все, что угодно. Но до свечей мы добрались на четвертый день оживления. Впервые я на них посмотрел, как на свечи. Не как на... я не смотрел на то, мокрые они или не мокрые. А я посмотрел на то, вообще какие это свечи, что за фирмы. И оказалось вообще жесть. Погоди, а почему свечи разные, скажи мне пожалуйста? Они разные по глубине посадки. Да. Они разные по конусу. Они вообще разные, смотри. И мне кажется, что сейчас окажется, что у нас короткие свечи стоят, а должны стоять длиннее. И они просто торчат внутри там, и искру не дают как надо. Вот у них место посадки. Протачивались свечки. Они ехали такими изначально. Он решил взять обычные другие свечи от другой машины, с другой длиной резьбы, с другим калильным числом. Вообще никак не подходящее сюда. Снять с них шайбы и проточить на них фаску, чтобы они садились под конус. Ты серьезно? Да. А ты откуда знаешь глубину посадки вообще? Я когда это уел, я вообще охренел просто. Почему мы узнаем это на четвертый или пятый день вообще? Я не тебе больше скажу. Эффект был такой же и с равными свечами. И тем не менее, причина могла быть другой, той же катушкой. Я лошара, я должен был это заметить в первый же день оживления. Я должен был посмотреть на эти долбанные свечи. А я почему-то, он мне сказал, я свечи менял. Он почти сразу сказал, естественно там, свечи менял, все это менял. Я думаю, ну менял, ну на чем мне на них смотреть как бы, да? Но вот эта тема. Всегда все подвергай сомнению. Это правило для любого диагноста прям важное. Потому что нельзя доверять просто так на словах. Иначе ты можешь проковыряться с машиной месяц, а потом проблема окажется вот там, где ты думал. Но тебе сказали, что ее там смотрели, ее там нет. Вообще впервые слышу, что кто-то протачивал свечи. Вообще это как тормозные колодки обрезать, чтобы они тебе залезли. Короче стало понятно, что нам надо менять свечи. Что тут думать? Свечи сто пудов надо менять, потому что они вообще не понятно какие. Так, я сейчас пойду попробую посмотреть, какой у них реальный должен быть размер. В каталоге. Какая глубина посадки и какой конус должен быть. Судя по картинкам, зазоры там километр должны быть. А у нас на всех свечах зазоры очень маленькие. У нас может не хватать силы искры для воспламеения на этом автомобиле. Где? Давай доставай все свечи, которые у тебя есть. Сейчас будем выбирать. Мы решили собрать все старые свечи, которые подходят, заводские, под этот автомобиль. Собрать из них 8 штук и посмотреть на результат. Видишь насколько огромная разница прям. И вот у него вот такие стоят, а стоять должны вот такие. Во, автолайт один в один прям такой же. Вот его прям видно. Он и по зазору, и по высоте электрода этого, этого электрода. И по поясу вот прям один в один. Вот этот автолайт. Короче, забей хрен. Может даже в глуши ее и даже нет смысла. Ну нет смысла, мы сейчас тратим в пустое время. По наличию сейчас в магазине 200 штук свечей. Вот точно, вот точно таких. Ацеделка. Да, вот один в один вот такие свечи. С нужным зазором. С нужным этим. С правильным конусом. Это все не то свечи, вообще все не то. Самый удобный цилиндр закручиваешь вот в эту свечу. Ну вот как они лежат у тебя. Ну вот, значит вот так вот и закручивай их. Такая свеча. Господа, этот авсур меня доконал. Ааа. Зазоры выставлены профессиональной отверткой. Щуповая отвертка. На круглых электродах, когда ты вообще не понимаешь, как там этот зазор выставить, но все-таки что-то там получилось. Вроде все правильно одето, да? Глуши его нафиг. Мы сейчас катушку угрохаем. Он же, смотри, он явно, у него на каждый оборот один цилиндр не работает. И прям слышно. Заводим этот кабелак. Он заводится начал с пол оборота. Прям трынь-трынь с пол оборота заводится. Все работает. Работает плохо. Ну понятно. Во-первых, одна свеча неисправна. А во-вторых, остальные свечи изношены в ноль. То есть вот те свечи, 7 штук, которые мы собрали, они изношены очень сильно. Они не в хорошем состоянии. Заказываем полностью новые свечи. И вот тебе, вот тебе зазоры выставленные, блин. По картинке, ё-моё. Я посмотрел на картинке зазоры, вот тебе выставил. И вот сейчас смотри, вот мы тупо выкрутили говно свечи. И закрутили старые, убитые, уезженные, но родные, подходящие ему. И уже какой эффект. И, кстати, вот причина, почему у тебя эта катушка прогорела. У тебя просто начали подыхать свечи, и ее пробило в какой-то момент. И поэтому у тебя машина заглохла. А дальше ты поставил не те свечи, и вся остальная свистопляска была просто зря. Постараемся завтра тогда приехать с новыми свечами и со стробоскопом. И уже закручиваем новые свечи в круг. Смотрим, как он работает. Еще раз, мы не исключаем провода. Может быть такая тема. У тебя провод микротрещины в нем. Понятно. И вот он лежит и пробивает. И ты даже об этом не знаешь. А то, что он не разгазовывается и прям вполне из-за этого может быть. Короче, в любой ситуации в следующий раз покупаем сначала катушку. Прям по телефону, если человек такой. Помоги, аж ведьмир, покупай катушку. У меня дизель. Покупай катушку, я сказал. Я говорю, сейчас мы таких этих стереотипов у людей в головах. Сейчас продажи катушек. Сейчас такие компании там. А цеделка такая. Уху. Бош, НЖК. Беру, танцуют такие. У них продажи катушек подскочили. Ставим новые свечи. По стробоскопу выставлен зажигание. Смотрим, что он начал разгазовываться. Все в порядке. И на этом заканчиваем. Все. Пока. Любви, здоровья, успехов. А эти свечи можешь выкинуть. Соответственно, проблема найдена. Проблема была в катушке и в свечах. Значит, заказываем новые свечи. Ставим их туда. И машина оживает. Да? Хрен. Вот так начался пятый день. На пятый день приезжаем мы туда. Счастливый. Со свечами. Уже готовый к тому, что ролик должен закончиться. И это сегодняшний день. Чтобы вы понимали. Сегодня пятый день. И сегодня мы едем оттуда. Сегодня утро началось с того, что мы с свечами приехали. Сразу я такой беру щуп. Свою отвертку щуповую. Вот. И начинаю выставлять зазоры. Во, блин. Зазоры. Ёлки-моталки. Там можно без бензина. Там просто на искре ездить будет. Она при пробивании будет создавать давление. Зазоры просто идеальные. Смотри. Вот. Вот это идеальный зазор. Выставлены с помощью специально обученной отвертки. Ты главное этот. Не нервничай. Все нормально. Идеально. 0,4. 1,4 миллиметра у нас зазор. Короче, по мануалу, если что. Кто в нормальном уме ставит V8 поперек вообще. Кроме разве что Вольво. Единственный, кто ставит V8 поперек, наверное. Я больше не знаю никого, кроме этой машины и Вольво. Поперек. В8. Ну кто вот просто вспомнить. Не помню. И дверь нараспашку. Давай. Нормально. Давай. Пробуй. Сейчас залил свечи. Ну я, блин. Он сейчас просто перезалил их и все. Нормально. Блин. Звучит. Блин. Хорош. Бросай. Работает ничуть не лучше, чем со старыми родными свечами. Через пень колоду все пердит, троит. Стреляет во впуск, туда-сюда. И что-то как-то совсем не похоже это на нормально исправно работающий старый олдовый V8, который должен работать довольно ровно. да все нормально блин, залили свечи, все-таки наверное надо будет зазоры выставлять так, примерно на четвертый цилиндр, примерно вот так, пробуй а у тебя антибриз есть? пусть работает пока, Слава сейчас посмотрим не, богатит сильно смесь богатая, это может быть издавшая вакуумная система у нас отключена и две форсунки для него много не разгадывается зажигание неправильно стоит, прям неправильно знаешь, на что похоже? на то, что у тебя клапан, вот, Сурокоревский и смотри, он постоянно, каждое какое-то время, смотри, видишь, плюет сюда ровно каждое, одно и то же время, смотри чувствуешь? цикличность на самом деле нормально, сейчас уже вопрос в другом сейчас вопрос именно смесеобразования он работает и у него постоянно цикличность, раз в какое-то время стреляет во впуск то есть у тебя прямо видно, как у тебя топливо, мелкодисперсная пыль она ее прямо выплевывает оттуда, вот она вот здесь такая тшух, обратно, тшух, обратно и это происходит постоянно, ну, как бы с одинаковой цикличностью один цилиндр, мне вот, я говорю, кажется, как будто клапан прогоревший и он во впуск и поэтому у тебя здесь воняет выхлопом отовсюду, вот и поэтому он сам сам себя душит то есть когда у тебя выхлоп попадает в коллектор остальные цилиндры не воздух получают, а выхлоп и в них похреновое сгорание первая мысль, которая приходит в голову, это, скорее всего, не герметичен какой-то клапан в каком-то цилиндре, и это логично в какой-то момент я замечаю, что датчик давления масла отключен а зачем сняли датчик давления масла? и он такой, да он что-то глючит, горит постоянно, типа а он, эту тему мы обсуждали с ним еще ранее то есть он ранее тоже за день до этого, может быть, говорил крутим стартером, а датчик давления масла не гаснет я-то в салоне, я, чтобы вы понимали, я ни разу не сидел в салоне и не крутил стартером эту машину ни разу за все время, за все эти пять дней вот, и он говорит, слушай, мы крутим стартером а датчик давления масла, индикация давления масла на щаске не гаснет но это странно если вы посмотрите на любой машине практически если ты, ладно, понятно, что если у тебя машина заводится быстро ты чуть крутым стартером, у тебя еще давление могло маслом не погаснуть машина завелась уже, да и оно гаснет чуть позже, задержка, особенно если холодно, зима, допустим масло гуще но мы столько времени маслали эту машину стартером столько времени, плюс она заводилась и при этом датчик давления масла все равно горел а, он все такой, типа, наверное, датчик сдох я говорю, секунду эти датчики очень надежные датчик давления масла, ну я за свою жизнь, блин, станки встречал 2-3 раза а то один раз у меня на восьмерке он был они очень редко умирают, ну очень редко они прям очень надежные, система у них простейшая скорее всего у тебя нет масла и вот тут важный момент на этом двигателе система газораспределения включает в себя гидрокомпенсаторы гидрокомпенсаторы зазоров, клапанов, так называемые гидрокомпенсаторы клапанных зазоров а непрокаченные гидрики после первого запуска поискапиталки всегда вот так идет пока не прокачаются гидрики да, да, да так вот проблема в чем, система гидрокомпенсаторов не может работать без давления масла если кто-то из вас сталкивался с капиталкой мотора с гидрокомпенсаторами то вы знаете, что иногда машина может даже не заводиться, а иногда после запуска вообще прям троит, прям жестко очень плохо работает, потому что гидрокомпенсаторы не прокачены, нужно чтобы они прокачались маслом, потому что если они не прокачены у вас может быть даже такая ситуация что клапан не будет вообще открываться, потому что Гидрокомпенсатор спущен И у вас штанга просто Вбултыхается, она даже не сможет Нажать на клапан, клапан не будет открываться Или будет открываться Недостаточно много Это мне знаешь что напоминает Когда у меня был Минскач У меня опыта не было, и вот так вот Я весь день возился, возился, возился Родители уже ругали Нахрен он нужен, типа Выкинь, сожгем его, выкинь И из-за этого Момотика То есть не работал, ничего не делал Просто целыми днями убивал на все это Время свое Хорошо, что Слава так и не увидел Как я разлил кофе по его машине Ты охренел что ли? Блин, ты заколебрал Я все протер, даже следов не увидишь Вот это вот что Вот смотри, достаточно, Дима, подсними Ну а что, мне без ботинок что ли сидеть? А почему у меня такого нет? Потому что ты, блин, в новых кроссовках Посмотри на его кроссовки и на мои подсними Почему, говорит, у меня такого нет? Если бы я был хреновым олигархом Я взял на Range Rover, я бы себе тоже новые кроссовки покупал бы А я, блин, бомжую, по улицам хожу Шарюсь, нашел на помойке кроссовки, одел, хожу в них Ну слава Не всем же быть такими евреями, как ты Да надо было на Audi ехать У тебя еще и Audi есть Ни хрена ты какой жирный Погоди, доехать, я тебе тут вещи положу Охренеть богатит Если он тебе за минуту работы так покрасил свечи А вот в этом, вот в этом А не, мне показалось, блески Я думал, это масло еще вдогонку жарит Надо понять, что это за жидкость Масло или бензин Да, вряд ли это бензин Но у нас нет искры здесь Это очень хороший показатель Мы теперь знаем, что у нас первый цилиндр не работает Вообще не работает Судя по цвету, он вообще ни разу не сработал Даже случайно Кадиллак хочет жить Но на самом деле я уверен, что если бы мы провода нормально поставили Он бы ровнее тысячу раз работал бы 950, отличный провод Ну как бы отличный в плане В нашей ситуации он просто идеальный Ай-яй-яй, так все хорошо начиналось Выбираешь, знаешь, такой Это как, у тебя, знаешь Нашел на помойке несколько ступиц собранных И смотришь люфт подшипников У которого больше, у которого меньше Один совсем вот так болтыхается А у другого вот такой, знаешь И ты такой думаешь, ну это еще походит Все эти вот выкидывать надо прям Прям вот совсем выкидывать надо Чтобы они никак не оживут Ты с ними ничего не сделаешь с этими проводами Давай вот так вот, чтоб соблазна не было Ты их раскусить хочешь? Давай, а чего нет? Ой, а это были не те провода Бросай! Нет, что, где, как Жесть! А у тебя масло давление не гаснет, да, Слав? Нет Блин, ну бесполезно его мучить Вот какой смысл вообще всем этим заниматься Когда у тебя, блин, явно Явно механическая проблема в этой машине Просто я сейчас пытаюсь понять, что мы можем, какой максимум из этой ситуации выжать, чтобы хоть что-то еще получить какую-то информацию Но надо разбираться с давлением масла Однако, есть еще подозрение, что может быть все-таки вышел датчик из строя Короче, это опять диагностика от обратного У нас постоянно горит лампочка давления масла, что давления масла нету Надо бы по-хорошему взять манометр и проверить давление масла Но мы идем другим путем Мы сейчас откручиваем датчик И проверяем датчик Козелак чувствует, что его жизнь приближается к финишной черте Слав, смотри Герметичность наше все Тухнет? Ну все, датчик работает Какие вопросы к нему? И вот это на самом деле Проблема довольно серьезная И вы скажете, вот у меня у брата свата друга, там третьей собаки соседнего города Была ситуация, у него мотор тоже с гидрокомпенсаторами У него пропало давление масла Но мотор так не работал Поймите, машина три года стоит Шансов, что в гидрокомпенсаторах есть масло, шансов ноль И мы получаем такой эффект Это предварительная версия Что из-за отсутствия давления масла Гидроки перестали компенсировать зазоры И у него половина цилиндров просто не работает правильно Какие-то клапана, например впускные, не открываются Или открываются мало А может быть какой-то гидрок вообще завис И клапан какой-то держится открытым И тут я вспоминаю В какой-то момент я у него у владельца спрашиваю Слушай, ты же говорил, что у тебя в первом цилиндре периодически Вот вы замеряли, какие-то странности были То есть компрессия, то нет компрессии Он такой, ну да, было Скорее всего это и было связано с вот этим То есть у тебя то гидрок работал, то не работал Еще непонятно было ли тогда давление масла или не было В общем, скорее всего это именно связано с отсутствием давления масла Вот, это кстати так сразу все наложится в такую логическую цепочку Окей, вы скажете Как же тогда компрессия у тебя есть Если у тебя нет давления масла Когда вы крутите мотор стартером Вы крутите его 200-300 оборотов И если клапан открывается немножко То воздух успевает всосаться Потому что все это происходит медленно Понятно, для человека это выглядит быстро Но для системы это медленно Когда вы машину заводите У вас 800, 1000, 1500, 2000 оборотов Хотя бы холостой ход 800 Это уже в 3 раза больше, чем как вы крутите стартером И вот если у вас клапана открываются слишком мало То вы можете получить тот самый эффект Что у вас после запуска уже не Система не успевает продуваться И поэтому, когда мы ее газуем Она перейдит, она не разгазовывается ничего Потому что неисправна система газораспределения И на данный момент это самая топовая версия Вы понимаете, после того как GM ушел из России Ничего не остается, как людям открывать Собственные дилерские центры прямо в гаражах Вот официальный дилер Cadillac Выглядит вот так теперь Слушай, прикольно Не, ну опять, это мультибренд Это мультибрендовый дилер Ты что, не знаешь про концерн Volkswagen Cadillac? Итак, результат Результат, как ни странно, есть довольно хороший Проблема изначально была все-таки в катушке Зажигание мы это теперь точно знаем Далее, после того, как были свечи зажигания Вся ситуация ухудшилась И замена катушки У меня все равно есть подозрение, что вот эта катушка Она не мертвая И вполне возможно, что эта катушка еще будет жить Но об этом мы узнаем потом Короче В чем прикол Надо разбираться с давлением масла Потому что гидрики не прокачены И не прокачены, прям видно И поэтому, кстати, пропадала компрессия И в первом цилиндре он появлялся и пропадала Сейчас мы делаем так Чистим маслоприемник Смотрим на результат И если нет, тогда уже маслонасос будем смотреть Если вы думаете, что сейчас в конце этого оживления Мы такие, о, скинули поддон Увидели говно на маслоприемнике Поменяли маслонасос и завели этот Cadillac Нет Эта серия закончится именно на том, что произошло сегодня Именно сегодня, только что, вот мы сейчас выехали И вот то, что вы видели сейчас в видео Произошло вот буквально полчаса, час назад Мне кажется, что даже с этими проводами Но с нормальной маслосистемой Она будет заводиться и работать лучше Провода решаются, вообще могут решиться попозже еще Не торопись по ним Все Любви, здоровья Жду тогда у тебя инфу по поддону маслонасосу Ну, с проводами я тебе говорю, мы сейчас сами подумаем, как решить этот вопрос Все, поехали мы Потому что нам еще ехать тысячу лет Любви, здоровья Важно, если вдруг среди вас есть какие-то специалисты Если у вас есть какие-то идеи То пишите в комментах, я почитаю Потому что это реально круто Я уверен, что среди наших подписчиков есть какие-то специалисты Какие-то специалисты Сказал так, что унизил их сразу Опасно так говорить Есть специалисты по автомобилям Уж точно умнее и лучше меня и всех нас взятых Вот Поэтому Высказывайте свое мнение, я почитаю Но на мой взгляд Если мы разберемся с давлением масла И с системой зажигания Этот Cadillac будет заводиться и работать Если же нет Ну, значит вы увидите еще одно увлекательное оживление Которое займет больше гораздо времени, чем мы рассчитывали Вот И мы принципиально не везем его в сервис Потому что это будет слишком легко На этом все Как-то так Итак, прямое включение из будущего Вот прям как у Герберта Уэллса Будущее уже наступило и вот оно И сейчас я раскрою самую главную тайну Многие уже подумали, что все, видео закончилось Но нет Есть главная тайна Если вы смотрели видос, видели генлинию То Вы возможно Заметили один важный, важный, важный момент За все время генлинии И почти за все время оживления Я так и ни разу Не назвал владельца по имени Как тебя зовут? Саша Саша, Александр Очень приятно А то я все У меня все этот В общем Почему мы попали в будущее Потому что Вопрос решился Саня сам залез туда Оказалось намного проще Я думал, что забитая сетка маслоприемника Или редукционный клапан Оказалось гораздо проще Оказалось привод маслонасоса Квадрат Точнее шестигранник К которым он приводится Слизало И все И маслонасос просто не крутился И Я на самом деле вчера Когда ты прислал эти фотки Я обдумывал Обдумывал И я все думаю Не Это что тут течет такой Антифриз? Да Офигеть Я все думал Думал Не моя ли это вина Не мог У тебя слезал уже со стороны трамблера Сверху? Да нет, это не твоя вина Это Скорее всего Такой завод Такую деталь изготовил Потому что В шестеренке Вот такое углубление Ну-ну-ну Высота Соответственно в грибке На трамблере Тоже такое же углубление А зацеплялся он там 5 миллиметров Соответственно сам шток Получается короче А я понял А ты ей что сделал? Что? Отрезал шестигранник Подложил Подварил? Не, не подварил Зачем? Она же это Он полый внутри Ты его затолкал туда или что? Да Он просто вставился По размеру подобрал Все вставил Ааа А ты сфоткал это? Как ты это сделал? Нет Вот это очень зря Всегда такие вещи надо фоткать Ига у тебя тут блин Все нормально Все легче 70 ампер что ли зарядное дает? Охренеть 20 ват Ты что блин Мы не сгорили здесь нет? Нет Кадиллак не стоит того чтобы сжигать здесь весь дом и гараж Давай как с добрым утром с пол оборота Давай брат Кадиллак Он недавно заводился Но он не работает нормально Это не нормальная работа Ой у тебя еще кстати коллектор не прикручен похоже Вот отсюда прям с восьмого цилиндра дым хреначит Короче блин Нет смысла вообще мять сиськи Надо просто поменять восковольтные провода Я думаю троение может Ну троить скорее всего это уйдет И дальше уже выставлять зажигание Все тогда решаем вопрос с проводами И в принципе все Ну и дальше разбираемся со всей этой ситуацией С мехом Кадиллак вот кверху мехом На этом мы точно заканчиваем этот видос Потому что и хронометраж длинный и все Эпопея с этим Кадиллаком как я понимаю продолжится Во-первых мы сейчас будем совместно решать вопрос по восковольтным проводам После того как мы их поставим Будем думать Если у нас здесь получится материалы еще на целый ролик Значит на основном канале выйдет еще один ролик про этот Кадиллак Вот ну и посмотрим на то кстати как людям понравится Будут ли они хотеть этот Кадиллак видеть еще или нет Кстати мы скоро с Домодедова съезжаем Скоро это через десять дней И потом из Москвы сюда ехать намного А с Домодедов до сюда ехать недалеко То есть мы 45 минут примерно едем А вот из Москвы ехать сюда я вообще не захочу Поэтому в твоих интересах в ближайшие десять дней хотя бы Решить часть вопросов чтобы можно было доделать В общем на этом все Все как-то так Всем пока Все Здесь не будет сцены после титров Хотя можно ставить какую-нибудь другую сцену там из вчерашней нашей поездки Сцена после титров Ребят Фаэтон продан Фаэтон продан Мы вырежем этот момент из видео с номером телефона И с ценой просто чтобы больше не звонил никто туда Он был продан как мне Кирюха сказал примерно через три часа после выхода видео Там кто-то из Тюмени откуда-то позвонил еще откуда-то В общем там смысл в чем Там человек должен закинуть по моему завтра предоплату за него в понедельник Вот Если он закидывает то считай что сто процентов продан Вот Если он завтра не закидывает то там на очереди еще три человека которые готовы закинуть предоплату Просто Кирюха по правильному делает Он говорит Первый который был кто самый первый позвонил Именно с желанием купить Вот Он у него приоритет Если он откажется Если он завтра не закидывает предоплату то по следующему, следующему, следующему а на самом деле фаэтон очень хороший и еще, спасибо, я уже набрал фаэтонов на обзор, наверное штук 30 мне написало кто-то в сервис написал, кто-то в автоподбор позвонил кто-то, блин, в этот, как его кирюхе скидывал кто-то в ВК мне написал кто-то на почту мне написал, у меня этих фаэтонов до ядрени феня теперь и, блин, рестайлинговый, и дорестайлинговый и дизельный, и W12 и V8, и какой и 32 есть, я не знаю куда их столько теперь девать, этих фаэтонов ребят, вот, для обзора нужен-то один всего, но теперь я думаю что может быть будет смысл попробовать как-то объединить сразу разные моторы, разные комплектации вот это будет вообще супер крутой обзор может быть мы снимем его так, вот все, блин, тут ничего не сделаешь, это же рейндж ровер, ну в плане того, что приходится просто ехать Кисун, ты че, блин, брат ну, аккуратней же ну ты че а Субтитры сделал DimaTorzok